студенты кушали я могу рассказать мы жили в комнате нас было девять девочек в одной комнате и у нас коммуна называлась такая значит вечером мы брали лук подсолнечное масло белым на кусочки и черный хлебушек жарили картошку салом и потом садились все вместе и макали и ели а когда могли купить в столовой колбасу когда там резали можно было это была большая радость которая была то есть не было в общем то действительно не было просто нечего было купить то есть это было все очень тяжело когда приехала в америку и услышал как говорят нормальные люди я вообще боялась открыть его потому что я поняла что по-английски я сюда когда приехала такое ощущение было что я в России не выйдет потому что у нас в доме очень много русскоязычных живет в школе очень много русскоязычных в магазин пойдешь кого-нибудь встретишь а вот нет такого в магазине допустим слышишь русскую речь и как-то внутри сжимается думаю что сейчас быть бедя какой-то нет такого а ну кстати у нас были случаи у нас сыры что с муринкой да с муринкой увидели мы на русскоязычных дело так было мы с ней стояли разговаривали а он подошел и то что ты спросил уже по-английски нет по-русски мужчина лет шестьдесят наверное и я ему ответил тоже по-русски он так удивился на меня смотрит жена тут же подбежала кто это кто это пошли отсюда пошли отсюда и они от нас как убежали как огня какого-то это начало девяносто первого года и в сан-франциско на тридцать первой улице и климент там был тогда сейхвей сейчас там не знаю уже чего тогда был сейхвей и в то время рецессия была так в общем много народу бедствовала плюс это вот русская миграция такая массовая и все селились где-то вот в этих вот местах то есть там сплошь и рядом была русская речь и много народу приходило в этот сейхвей русскоязычного и вот я как-то раз подхожу к нему и на стекле на улицу такой громадный такой плакат и по-русски написано значит салман а на сам он был сел значит если обычная цена у него было 299 то значит там неделю в месяц значит вот вот было девяносто девять центов мороженый салман вот такие палки значит ну не потрошеный но не борюсь с головой и вот значит ты знаешь 1 месяц это будет неделю ты тоже берешь на месяц тем более самороженое и вот значит народ идет вот там целая телега и вот она к сверху этого салмана а я магазин же не для этого вывешивает но лично причина неделю затоваривали время так не работало берешь купоны из трех-четырех магазинов это наследие идешь туда берешь там нас или нас идет туда берешь там нас или никто на неделю давно поначалу то что будет время времени много денег мало и вот значит отходишь магазин написано салман там две две рыбы в руки по-русски так криво такими буквами таки рубленами там две в руки две на человека они там семьи минут там четыре человека потом они выходят машину загрузят опять идут значит и там кто-то идет делать типа по-английски не понимаю так и вся у него сверху мы так и телега полная сверху я не понимаю вот когда долго здесь живешь начинаешь потом понимать что лучше поесть маленький кусочек свежего чем купить очень много и давица 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 я еще хочу сказать что мы когда приехали первый раз сейфы мы пришли большой в магазине я хожу на ухожу хожу а там все в коробках еще такой дух что за коробка ну тогда по картинке понятно это вообще ничего не пойму я смотрю написано что фет-фри шугар-фри колестерол-фри это фрейдов боже самые вкусные вещи какая страна потрясающая вот за самый вкусный денег не берут первая мысль вот и карте вы на самом деле был вчера первая релиз как при котором я присутствовала и компания там она это стартап компании и там очень то есть там мы есть перди которая может поменяться три раза в день продакт рекламент ток вот и я вообще должна была выйти прошлый четверг на самом деле но с реча у меня там получился такой как бы они рисованы мне не написали я посчитала что значит мне не надо выходить на самом деле должна была ходить я вышла в пятницу по четвергам у них релизы я вышла в пятницу и то есть я вот уже проработала вчера был релиз и значит мне ладно сказала что хорошо что ты не вышла в тот четверг потому что ты бы на следующий день убежала вот потому что я вчера это прочувствовала это на самом деле то есть я вчера пришла у меня тяжело было потому что еще я не приехала в аппликейшн и надо было тестировать они сказали так все на стейджинг идем и в пять часов это все когда люди уже то есть сначала там они фиксали баги вот и они уже сказали все можете тестировать мы выпускаем на продакшн и в общем-то и времени и малый и как бы было тяжело то есть человек когда попадает тестирование два раза счастливый когда взяли и когда убежал вчера пришла студентка ну к она очень много лет работы и приходит и она такая счастливая она где-то больше шеста тысяч получает немного лет экспириенса но она у нас училась года три назад софия дэйлэт мегол а им сухой я уже так устала она ведь так хочу отдохнуть приду опять классы повторять женечка что такое тест кейс скажите всем пусть все знают ну я не видела никогда в жизни человека счастливого которого бы мы возили но ведь я так устала я так устала я так устала я так работать на чём и что я счастлива что они let me go с он им пловингом что бывает ты видела я вчера ты видела она постарше она постарше да и дочка ко мне приезжает у меня сейчас такое хорошее время что мне дали отдохнуть отдохнуть она говорит в следующей неделе у меня полностью свободная ну вы передаете папе привет да передаю папе привет хорошо мамочки мои любимые а еще родственники есть всем можете передать всем привет всем 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 родственникам как в поле чудес поле чудес да всем 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 Субтитры подогнал «Симон»